приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня такое вот видео стоит посмотреть или фильмы достойные просмотра это уже второе видео из этой серии вы сможете все их увидеть в плейлисте можно сказать одноименном и страничка на мой сайт будет в описании самым первым в списке называется на фильмы кино о боге христианстве вере и доброте я поделил на три раздела первые фильмы о боге вере и христианстве второе это фильма о всяком добре смысле жизни о чем-то таком заставляющий как-то задуматься человеком и третье это мультфильмы и они кратко тогда всем говорил у меня тут в первом своем видео но много чего я добавил интересненького я вам сейчас об этом расскажу сразу в начале как всегда говорю что все фильмы да вообще весь контент конечно который я когда-либо где-либо рекомендую фильмы кино а мультфильмы музыку клипы и вообще любые новости у себя там в телеграм-канале кстати подписывайтесь на телегу там очень интересно или всякой разной информации полезной и их и добрый не только по-разному бывает конечно новости разные то есть я чем-то делюсь это не значит что я там со всем согласен это значит лишь одно что я считаю что эту информацию можно а может быть даже и нужно потребить и сделать из нее соответствующие выводы если делать выводы и вообще анализирует всю информацию нужно через три природы бытия сущность бога это любовь свободы вечной а канализирую вы будете все при все плевелы выкидывать сжигать огнем неугасимым а всю пшеницу собирать в сокровищнице сердца своего ну что ж приступим я знаете не мой формат я не видео не и на обзорщик как там дает красиво монтируют с трейлерами я вам просто в принципе буду говорить названием и совсем кратко что-то скажу опять же я если знаете если я буду просто перечислять вам название фильмов я и сам уже надо не могу толком вспомнить о чем она бывает даже и такое поэтому мне тоже надо это скажем посмотреть но чтобы не делать 100 вкладок я просто буду копировать и яндексе открывать и мы с вами когда я вижу картинку конечно сразу вспомнил очень фильм визуальная память у человека она где-то на 90 95 процентов у нас занимает такую долю в потреблении всей информации это очень важно как я уже сказал на страничке моего сайта который у вас на экране вы найдете весь список полный всех этих фильмов они без ссылок потому что все эти источники применяются кого-то где-то блокирует такой закрывает просто название вы уж сами там всегда сможете найти посмотреть в онлайне или скачивать потом просматривать и себе я такими дефисами помечал которые я еще новый добавлял и не и ничего о них не говорил но в принципе я вам произнесу весь список лишь список лишним не будет после первого ролика то скажем зафиксируем но говорить о них уже ничего не буду буду рассказывать только тех которых вам еще не говорил ничего ну первый список у меня кама гридишь то есть и я знаете решил немножко поделить если в прошлом видео первым я по всем по всему списку прошелся это фильмы о боге вере христианстве это добрый любые фильмы заставляющие о чем-то на задуматься это мультик я сказал то это раз я сейчас поделю на три ролика вы скоро узнаете почему поэтому два из них будет на и покороче один будет подлиннейшим потому что там прям много фильмов что-то собралось да конечно же я тоже еще раз скажу такую вещь стоит далеко не весь список каких-то фильмов кино мультфильмов которые я сам смотрю может быть и так скажем хороший нехороший опять не словно что неправильно а ну как бы заставляешь задуматься не заставляющие как я говорил к этому списку не добавляю какие-то развлекательные хорошем смысле слова фильмы там я люблю о танцах смотреть какие-то кино да есть фильмы которые в принципе неплохие от для одноразового просмотра но ты так как их второй раз особо то нет смысла смотреть и там очень покой себе да вот они у меня могут быть даже так скажем личной коллекции на жестком диске я могу конечно даже иногда от куки просто его и второй раз включить но в принципе я не добавляю в мире конечно контента много вот его тяжело как-то прямо расфильтровать и еще единственно скажу тоже почему кому-то может показаться что здесь много лишнего до или там недостойного какой-то сам святой жизни христианство чего-то такого сушки игру если бы знаете в мире выпускался действительно достойный контент может быть половина этого списка который здесь у меня не было потому что я бы не сказал что все это смотрю удовольствие да мне тяжело смотреть фильмы где там учат животных убивают людей где там ругаются ссориться на самом деле хорошего ничего этих фильмах нету но у нас такой мир и производит кино то же самое люди грешники очень далекие от полноты познания истины и конечно весь контент он такой себе если действительно смотреть прям достойные достойные выбрать какой-то топ а мы на этом топе остановимся это будет пять фильмов которые ты будешь по кругу смотреть мы все живем обычной жизни и когда мы потребляем какую-то информацию мы как бы как-то говорят досуг свой проводим отдыхаем да поэтому что-то мы все равно потребляем поэтому тот список который я рекомендую вот хотя бы ну хотя бы кто-то с собой несет так скажем да вот конечно что мне далеко это все неприятно смотреть вот но просто из-за каких-то даже фраз каких-то мыслей вот я считаю что хотя бы это можно посмотреть все остальное откинуть это знаете с можно сравнить как с чтением ветхого завета в библии то же самое то дать его не особо приятно и немного там пользы можно найти хотя я всем рекомендую конечно же хотя бы раз в жизнь читать его почитать вместе со мной с хотите у меня на канале чтение библии на их писание записан целиком так однозначно умный разумный извлечет для себя пользу но конечно же сказать что ты утром перечиты с какой-то радостью что общего у нового цветки ничего нету да вот и ты побольше есть там считаешь как не надо делать до этих ужасах преступления грехах которых там написано вот здесь тоже самое поэтому зачастую мы смотрим фильмы думаю и просто если там много какого-то зла или немного просмотреть рассуждением и понимать вот вот так вот не на ими это показано и вот я понимаю что так не надел и не хочу так делать это тоже тоже можно как видите в свою пользу повернуть это очень важно ну чтож поехали тогда к моему списку и к самим фильмам первое у нас сегодня это лагерь ресурса 2006 года так вот в яндексе выглядят превьюшечки всякие картинки я вам буду кратенько зачитывать с первого попавшегося источника как у яндекс выдает это документальный фильм следит за жизнью у нескольких детей в летнем лагере пятидесятников у протестантов пятидесятников дети в огне в городе дайвес лейк северная дакота фильм документальный как вы уже увидели я его рекомендую посмотреть есть там перегибы перегибы в том плане это же все-таки протестантская секта и такая и знаки правильно слова подбирать гремучая горячая только горячая не знаю в каком смысле даже вам сказать дело не в кавычках я все это конечно не одобряю вот все эти оры крики духу святому христианин это хорошо но христианин христианину тоже рознь и я это все конечно не поддерживаю но посмотреть такой фильм уже на поле он тоже о детях есть там можно для себя сделать правильные выводы осуществить тем кто своих детей христианцы христианстве воспитывает вот одно дело в христианстве их воспитывает на другое дело опять в правильном нужно ли все вот это вот чему это может привести поэтому я рекомендую такие фильмы взять на смотреть я уже всегда говорил что моя слабость конечно же это документальное кино и вот как раз один из таких да ну конечно если так как мы берем еще творческую сторону то принципе все таки у меня такая шкала цен ценностей и приоритетов лишь не документально все-таки на первом месте стоит художественное кино на основе реальных событий вот это классно потому что тут тебе тебе и здорово смотреть не скучно и хорошо интересно это качественно всегда видео смонтировано снято смонтировано озвучено это динамичное всегда видео такой да поэтому художный фильм на основе реальных событиях но это конечно круто и в принципе нет ничего страшного что них ну художные называть во-первых просто что там снимаются не не те люди которых фильм а это актеры играющие этих реальных людей и как бы ну как бы просто но это больше такая уже знаете ловить с к и дом и сестры как бы они отстают от оригинал или там не не соответствует действительности но они в принципе конечно мог не соответствует то что они по каким-то источникам снимаются документальные какие-то информации доклады там если ты исторически кит фильмы лист иные такие вот и поэтому конечно же они могут просто не специально не соответствовать этому хотя самому кто режиссер там сценарист они вполне могли желать и ну максимальные близости этому оригиналу вот по качестве фильма на первой ступеньке и из них я знаете я очень люблю фильмы 1 к 1 как называется я точно не знаю когда вот в одном помещении снимается а это вот классно я такие тоже очень люблю вот ими там нет мишуры ну по сути потому что я в принципе люблю драм-театр да я хоть редко в него хожу потому что там тоже мало что достойного и живу я это ярче в воронеже в большом городе но опять же так как у нас драматурги в театре в драматическом снимается в но тоже вернее поставки постановки делать снова тоже по классике и такое себе я люблю временно или может сказать или вот такой вот умовой театр да а средка чего достойного вся эта классика там достоевский гуколь хорошо но это далеко не верхняя планка мягко скажем не верхняя я уж молчу там про достоевского потому что там вообще спорный все вопросы да вот и поэтому все эти маркс мастера маргарита конечно все это хорошо но это не дотягивает до планки действительно какого-нибудь мудрого спектакля который просто несет истину это прочие вещи вообще театр я люблю вот как раз как раз он вот вот живые люди в одном месте одна сцена и кино такие художественные фильме так это же люблю на втором месте конечно же чисто документалка вот может быть в перемешку она бывает художественная ментальными даже съемками вставлениями ли нам либо наоборот вот ну или назовем все-таки просто документально это конечно круто это здорово документальное кино этого классная вещь молодцы кто такой снимает формат не пользуется людей популярностью естественно и нужны вот именно художественно так динамика вся но вообще документальное кино очень много тебе дают и смотреть я бы не сказал что их не интересно потому что это вообще живые люди это живая жизнь вот максимального приближена к истине это реальные люди их не там диалоги монологи откровения и прочие вещи темки жизни и так далее поэтому это классно вот ну а дальше уже конечно по списку там просто художественные фильмы то есть на основе фантазии человека повести рассказов опять же человек через это пытался донести истину мудрость доброту какую-то вот это тоже классно так ну ладно такой вот лагерь иисуса следующий из этого у нас списка это в центре внимания я его в прошлый раз и сказал отличный фильм очень рекомендую давайте прочитаем кратенько что у нас тут основная основанная на реальных событиях история журналистского расследования одного из самых громких в истории сша секс-скандалов корреспонденты постинской газеты разоблачают случай педофилии в которых обвиняются представители римской католической церкви в общем все верно написано еще раз повторюсь в принципе своими словами то есть в бостоне америка журналисты очень весны газеты местные естественно есть там как он там и отдел разоблачение что-то такое как он там называется громких дел и они занялись темы и педофилии время католической церкви среди священнослужителей вплоть до кардиналов до их там самых высоких вот классный фильм снят реально на основе реальных событий все реально происходило потом это все громыхнуло там по всем уже через после бостона по всем городам такой список составили там это все реально все и всем известно кто помнит все это были эти скандалы вот снят художественный фильм на основе реальных событий очень классно рекомендую отлично снят классные драматургии все как показано в общем хорошие держит тебя всегда в тонусе кадре гола глаза твои нет желания что пропускать смотрится очень хорошо и мне тяжелый несмотря на тему то есть там нет чего такого правильно выразиться но вы поняли да то есть все это конечно не не раздевается по поводу педофилии не мусулиться эти тонкости тем более там речь все таки идет не прямо об изнасиловании о совращении вот и поэтому в этом плане смотрится нормально но тема конечно с вами пойми но я очень этот фильм я его периодически тоже пересматривают так чудеса с небес вот вот опять же вот да я сейчас сказал что я пересматриваю от лагерь ресурс многие ресурсы я пару раз посмотрел ты желание там пересматривать его нету хотя и надо что-то пересматрившу просто освежить памяти ну и хотя как я еще раз говорю документалка их . и еще да вот художку даже на основе реальных событий конечно больше хочется посмотреть еще раз вторично чем документал хотя и в документалке ну да потому что они меня на втором месте ну ладно следующее кино это чудес чудеса с небес читаю вам удивительная история в которую невозможно поверить не увидев собственными глазами когда кажется все потеряно и впереди только боль и отчаяние небеса дарит надежду тем кто верит фильм отличный снят он тоже на основе реальных событий мне про хочется вам открыть еще википедию давайте прочитаем тоже леса с небес американский христианский драматический фильм 2016 года режиссером патрисии риген и сценариста ренды рэнди брауном он основан на чудесах с небес кристи бим книжки в котором рассказывается правдивая история ее маленькой дочери которая пережила около смертный опыт и позже была излечена от неизлечимой болезни фильме снимались дженнифер гарднер калит это так ладно эти актеры или вышел прокат и т.т.т. хотя критический прием был неоднозначным игра гарднера заслужила всеобщую похвалу фильм просто отличный тоже да девочка смертельно больна там ну вроде хорошо все семья там христианская семья муж на эти да и вот девочка болеет очень сильно болеет и на страдает ее там пытаются всячески исцелить ну и она там падает в конце у них большое дерево на участке на их не ферме такое внутри уже все сгнивших дуплом она в концовке туда упала на не полезли с сестрами играть как бы и она туда свалилась пережила посмертный опыт встретилась с богом с иисусом и когда ее и оттуда достали она как будет выжила и мало то что она выжила так она еще избавилась от этой ужасной болезни то вот который от которой очень сильно страдала страдали родители вот и потом она им засвидетельствовал вот то что она встретилась с иисусом он ее исцелил отличный фильм очень рекомендую он вообще для семейного просмотра с ианская семья да и даже если нет или кто-то хотя бы один пока христианин и христианин неважно если вы просто добрый светлый человек вам такие вещи такие фильмы должны заходить и возможно они подведут вас к истине к полноте познания истин боги да следующее кино фильмы я бы на сайте выстраиваю я прошлом видео наверняка говорил все раз договорюсь тоже просто в хронологическом порядке в плане времени до от старых минувших давно лет до вот каких-то наших сна нашего с вами современность призрачная красота зачитываю вам и на поискам главный герой работает в рекламном агентстве нью-йорка и так давно в его личной жизни произошла трагедия ввергнувшая его в тяжелейшую депрессию коллеги пытаются помочь и разрабатывает нитрадиционный план возвращению другу обратно на твердую почву однако план срабатывает неожиданным образом снимается в ней как его зовут забыл этого актера но вы поняли это чернокожий актер очень известный советую посмотреть очень хорошее тоже кино следующий фильм человек который познал бесконечность давайте он засчитаю сначала фильм рассказывает о жизни известного и индийского математика самоучки среди вас и роман рама нуджана хорошее кино это что там прямо боги но там отсылка идет прямая что сам этот математик ну это индиец или индус нами правильно даже по моему ну хотя нет тут пишут вроде индийца не суть важная как склонять индус я думаю тоже должно быть правильно он как бы живет в индии причем там в одном из городов где там все это вот от иерархи им даже как бы выезжать нельзя якобы вот и ну верит в бога там их богов в богинь ну по сути и в индуизме я так понимаю исповедует по книге там по фильму там такого прямо много не сообщается и он одарен богом вот знание математики причем не учившись вот он там ног чё знает и он едет новым индишь было английской колонии многие удивляются почему так индия всегда связь такая очень много фильмов про индии связь англии то что то что индия была порабощена так скажем англии вплоть до середины еще прошлого века есть очень разные фильмов как у королевы елизавета второй был какой-то потом там тоже индийцем он стал я чуть ли не правой рукой я не смотрел и вернее один раз его смотрел фильм уж не помню такой себе посмотреть можно конечно один раз и помню точно его название вот и этот математик тоже он пишет там письма ну устраивает кота на работу себя долго не мог работу найти устроился ему помогли там написать письма в англию в этом я уж не помню оксфорд или не оксфорд куда-то он там в общем этот английский известный кемпридж я уж не помню что или куда-то он там написал его пригласил там один этот математик известный ну и в общем он там стал не то чтобы учиться он хотел печататься издаваться в общем как у курировать интересно он умер молодым то есть он там заболел это время второй мировой войны войну там пережил вернулся в индию не жена была от которой там с которой все время мама пыталась их можно сказать разлучить не передавала письма вот но он вернулся год еще прожил и он умер раннем возрасте ну после него осталось там наследие все-таки в этого в мир математики он там внес его там сделали членом украинского общества но там интересная вещь и что вообще он как бы и его куратор то скажем был атеистом но вот он его мускай богу привел там он говорил что вся математика для меня как бы это явление божьей красоты да вот такой вот вот такие интересные я люблю фильмы в принципе вот именно и если еще брать ну по сути естественно они получаются документальными или новых быть художественные биографические фильмы если их так тоже к такой области когда я делю отношу вот это по сути много конечно даже из моего списка это биографичные фильмы какие-то да это известных людей не будут про ту же самую девочку и шпи графичный а звать ну мы под биографию очень часто подразумеваем прям какого-то великого человека дожившего до каких-то там сидим да но это не обязательно графе подразумевается вообще любого чак может маленький ребенок биографии часто развивается просто период от рождения до смерти и не обязательно так так следующий у нас с вами фильм это первую богом хорошее кино так посмотреть я конечно же рекомендую тоже ну за всю жизнь ты его и распяток на я смотрел не скажу что там есть желание прямо вот через день пересматривать вот ну смотри таких кино стоит и ру они для реально для семейного просмотра для личного просмотра до для дружеско компанийского просмотра очень интересный история перспективного журналиста пола чья вера подвергается проверке при попытке взять интервью у человека называющую себя богом то есть якобы суть фильма на том что он как бы реально встречается с богом в реальной жизни не 8 не откровения едет он на лавочке там сидит она как бы приглашает потому что у него сферы начинаются колебания вот он по-моему военный журналист он пишет о у него друзья по-моему оттуда все приезжают там с афганистан еще 2 с этого ирака там с ирана да и может с афганистан уже я уж не помню какой там как бы вот показано и как бы он вот это вот все и у него начинается очень часто вы знаете у людей верующих я на вот это вот вопрос ты бог есть любовь то откуда зло вот это все страдания как с этим жить и вот что-то такое поэтому кстати у вас такие же вопросы то вот это кино будет вам полезно ну вот он якобы берет интервью якобы у человека он ему говорит я бог и поддает интервью на мозга это разные вопросы это как бы художка но очень вот хорошая тоже к просмотру естественно так в принципе практически все заканчиваем давайте вам просто сегодня сейчас еще прочитаю все остальные которые в прошлом видео дали латчу гореться прошлое видео посмотрите под номером один вообще вроде списка найдете последний фильм свеженький со мной брать во христе поделился посмотрел это не фариус ой слушать я сначала даже когда мне сбросил я что-то там и на картинку думаешь какой-нибудь не то что ужастик там есть триллер я не очень их люблю я как скажу да ужас и вообще не смотрю я не понимаю как можно смотреть какие пластики когда в жизни не смотрел ну как там с краем глазом уж когда кто-то там смотрел ты рядом просто находишься еще по юности и круга друзей сам я терпеть не могу ужас и не понимаю вообще как можно смотреть чуть нехорошего сидеть вот это вот сущее зло смотреть и впитывать триллеры я еще как-то посмотрю ну особенно детективные триллеры ну папа юность уже но интересно просто мне больше интересно как бы как говорится интересно был ум детектива какого-нибудь который вот так вот логически это раскручивает до ходит до этого допустим и не самые эти какие-то ужасы опять там тем этим связано да мне интересно было как как люди логически мыслят как все такое вот не фариус давайте сначала вам прочитаю потом кое-что скажу в день запланированной казни осужденного серийного убийцы к нему в тюрьму приезжает врач врач психолог чтобы провести психиатрическую экспертизу тот с порога заявляет что умереть все равно не сможет так как является демоном а психиатр перед уходом совершит три убийства отличный вообще фильм оказался смотрел смотрится на одном дыхании вы включили и вряд ли уже выключите фильм как выяснилось снят в америке снят известными христианскими режиссерами там кинорежиссерами сценаристами ну потому что конечно в америке сейчас уже в скажем вся эта сфера и но она даже в христианском кино она развивается там есть деньги люди на это как говорится в это вкладываются и вот снимают снимали его люди которые снимают которые я в прошлом видео точно на них естественно говорил это веришь помните кто смотрел кто нет посмотрите в общем даже вот от этого списка которые я показываю несколько фильмов а то может и 5 или 10 лет как раз тут они все фильмы снимают но они фариус они сняли просто отличительно от всего того списка и вообще принципе во-первых сняты фильмы реально по-голливудски в плане там я не сильно в этом разбираюсь знаете там это пленка там какой там этот формат и и но это вообще фильм конечно вот голливудские вот это вот качество и на такое снят он очень динамично то есть это не такой скучно и христианское кино да вот именно прям вот голливудский такой подхода принципе я за этой хвалю они молодцы потому что фильм такой будет он он для общего проката его показывают и но это будет ли в россии показывать вот но я думаю что по миру его будет показывать и он может людей там не навязывается христианство как таковое но к нему подводится и поэтому 2 2 плюс кино то есть она как бы не прямо проповедует о христианстве христе но человека она может к нему подвести они пошли вот по такому принципу для такой медийности для общности как бы снят но пытается людям если такие идеи донести там есть и догматические вещи с некоторыми вообще не согласен естественно и более все это естественно снимает протестанты их много неправды в их них в ихнем богослове так называемом вот но это не суть важно кино все-таки игры для общего круга и поэтому как павел говорил я могу согласиться сейчас говоря протестантизме а вот их не в таком творстве что как бы не говорили о христе если даже немного искаженно говорят я и тому радуюсь здесь вот я такой же по такому же принципу отношусь фильм снят опять же как я уже говорил в одном из из излюбленных мною форматов снято практически ну совсем чуть-чуть есть там кадры приезжает как уходит там тот же самый этот врач как когда там казнят уже этого заключенного время тушить другая сцена а по сути это все с ним снимается в одной камере и не ну не камеря куда там выводят и делать театр этим заключенным беседует пытается эту свою от риску экспертизу с ним проводить общаясь с ним я такие кино как я вам сказал обожают на слабость я такие люблюсь уж там именно это уходит и ты не отвлекаешься на все эти движения это вот диалоги вот именно вот такой диалог войти на ну или там два три больше людей в одном кадре и суть важно разными фильмами посвящены разным вещам вот ну а с уж два то это вообще они сидят исты диалог такая умовая борьба если там еще что-то вот очень здорово фильм классное рекомендую смотреть думаю надо его пересмотреть вот он показывает он конечно заходит в человеку знаете не со светлой стороны по сути а с темной стороны так скажем и по вот этот вот заключенный в нем легион бесов ну как по евангелию да такое вот и как вот этот врач как бы совершит три убийства вообще как люди а как люди становятся одержимые бесами или вообще полностью подвластны и сына то есть практически собой вообще не управляют поэтому очень рекомендую и здесь же на странице моего сайта когда напротив этого фильма рядышком я поставил еще обзор обычно в телеграме я кто видит я когда какие-то фильмы рекомендую просто трейлер сбрасывал там как евро сами ищите где его посмотреть здесь я добавил обзор я случайно трейлер вышел вышел один обзор я решил на него кликнуть он четырехминутный я вам рекомендую посмотреть очень рекомендую это особенно для христиан посмотреть как потому что обзор пишет вот такой вот кино обзорщик но никак я это граники на обзорщик а он именно мне там канал посвященные кино фильмом большой канал и вот как раз его такой обзор то есть это не просто пересказ трейлера это не его таким и заключение но очень правильно и он как бы все это он нахваливает получается все таки вот режиссеров сценаристов вообще фильм пари что вы самому как будут именно атеистом неверующим быть но так подали только видно как как будто завуалировали христианство как вот так хорошенечко подают несмотря на то что тебе это может быть у кого-то даже негатив там христианство но ты будешь с удовольствием смотреть мне его вот такой вот коротенький обзор очень понравился мне понравилось его восприятие и просто показатель того как действительно и я думаю что кто этот кто это кино задумал снял хотели именно такого эффекта и он сработал и вот посмотрев такой обзор вы увидите что они добились его результатов поэтому я и сам рекомендуют кино вы можете кину естественно дальше кому-то еще порекомендовать я не знаю сколько он там разойдется по мировому прокату я думаю что кино достойно а ну плохо хорошо подвиг подвигает людей и стене там и вот вещам есть там и богословия я говорю там все но снято классно не нудно очень прям прям по голливудси хорошим повода и все в голливуде прекрасно богатые тоже плачут но вот так вот на этом все вот такой вот такой вот видео а полчаса такой список видео из список кино который я рекомендую которые вот и списка фильмов под названием кино о боге о вере о христианстве в конце могу лишь призвать если у вас есть если вы считаете мой список неполный он безусловно не полный вы знаете какой-то классный но заставляю что так вот задуматься о чем-то может посмотреть когда мой список поймете в каком русле я все это подаю не обязательно для боги добрые фильмы мудрые фильмы интересные фильмы да может написать игру сам техник смотрю еще и разное кино могу когда говорю про 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 танцево многим на мне нравятся такие фильмы ну и что-то такое очень легкая могу мелодрама какие-нибудь посмотрите любовь морковь там немножко где есть естественный юмор какой-то добрый сатиры лучшие вещи мультфильмы люблю только немного каких-то достойных тоже вы можете добавить в комментариях я буду рад сам посмотреть потом поделиться дальше мы всем этим делимся распространяем это здорово это такой правильный досуг нас у всех есть хотим его проводить на этом все я с вами прощаюсь до встречи в следующем видео у нас будет третье третье я пишу по фильмам которые так скажем не прямо говорят о боге там христианстве а верить равно могут человека к чему-то доброму сподвигать оставляет что-то шевелит в уме что-то щемит в сердце пока 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 не забывайте лепить лайки и делиться этими своих ресурсах друзьями знакомыми и и Продолжение следует...